Всем привет! Слава Украине! Новости из США Игоря Эзенберга читает Юрий Рашкин. Пятница, понедельник, 19-е, 22-е августа 2022 года. Жмите лайки, подписывайтесь на канал, пишите откуда вы смотрите и слушайте нас. Ну а мы начинаем. В пятницу в Пентагоне состоялся традиционный телебрифинг высокопоставленного представителя Министерства обороны о положении на фронте и о новом пакете американской военной помощи Украине на 775 миллионов долларов, одобренном президентом Байденом в пятницу. Вот несколько цитат. О положении на фронте. Цитата. Сейчас я бы сказал, что вы видите полное и абсолютное отсутствие прогресса со стороны русских на поле боя. Так что в этом смысле мы находимся на другом этапе войны по сравнению с тем, что было пару месяцев назад. Вы видите, что русские по-прежнему платят высокую цену за украинские атаки, особенно с использованием системы Хаймарс. Они платят эту цену и не могут продвинуться вперед. Поэтому, когда мы рассматриваем потребности Украины в потенциале, для нас очень важно иметь возможность поддерживать успехи, которые мы наблюдали у украинцев на поле боя до сих пор. Конец цитаты. О Запорожской атомной станции. Цитата. Это ситуация, за которой правительство США и Сообщество национальной безопасности следят очень-очень внимательно. Мы очень обеспокоены военными операциями на любых ядерных объектах Украины или вблизи них. И вы знаете, очень обеспокоены любыми сообщениями о повреждении линий электропередач Запорожской атомной станции. Мы очень четко заявили, что боевые действия вблизи атомной электростанции опасны. И мы хотим, чтобы Россия и ее военные действовали с крайней осторожностью и не предпринимали никаких действий, которые могли бы привести к потенциальному радиационному выбросу. Я думаю, вы знаете, все мы видели, как Россия демонстрирует полное пренебрежение к безопасности ядерных объектов Украины. Мы видели, как Россия демонстрировала готовность обстрелять атомную электростанцию в прошлом. И поэтому мы рассматриваем нынешние действия России на этой станции и вокруг нее как верх безответственности. Особенно если учесть ответственность, которую несет ядерная держава. Поэтому мы очень четко заявили России, что мы ожидаем, что Россия вернет полный контроль над этой станцией, выполнит просьбу МАГАТЭ, будет соблюдать свои технические гарантии и предоставит доступ к станции. И я думаю, что говоря об этой станции, в заключении нужно отметить, что мы все должны подумать о героизме украинских работников атомной станции, которые работали и работают в таких тяжелых условиях перед лицом этого российского злодеяния. Конец цитаты. О Хаймарс, возможности их дополнительных поставок и о возможности поставок ракет Атакамс с радиусом действия до 300 километров к этим установкам. Цитата. Что касается Хаймарс, важно отметить, что Украине поставлены не только американские Хаймарс. Американские Хаймарс, 16 установок, которые мы предоставили, работают в сочетании с системами MLRS, предоставленными Великобританией и Германией. И мы видим, что украинцам удается очень эффективно распределять эти возможности и концентрировать точные удары на нужных российских позициях, российских узлах командования и управления, российских узлах материально-технического обеспечения для достижения полезного эффекта. Но знаете, мы всегда смотрим, что нужно Украине. Мы всегда смотрим, есть ли новые возможности или дополнительные возможности, которые мы должны им предоставить. Так что я бы не считал нашу нынешнюю позицию по оказанию помощи в области безопасности статичной в любом случае. Конец цитаты. Об усилении потенциала воздушных сил Украины. Цитата. В том, что касается авиации, мы сосредоточились на том, как мы можем усилить их существующий авиапарк. Именно здесь в игру вступают ракеты ХАРМ. Возокоточные противорадарные ракеты, гарантированно уничтожающие радары ПВО противника. Они вошли в последний пакет помощи, которые дают им дополнительные преимущества. Мы также закупили по всему миру тысячи запасных частей для их МИГов. Под МИГами имеется в виду как, собственно, МИГи, так и самолеты СУ разных видов и модификаций. Но в будущем мы также рассматриваем другие возможности, которые мы могли бы им предоставить. И сейчас мы работаем над тем, каким будет будущее украинских вооруженных сил. И рассматриваем все возможности. Конец цитаты. О логистике помощи и о проверке того, как она доставляется и используется. Цитата. С точки зрения сроков поставки помощи, я горжусь тем, как быстро мы смогли предоставить потенциал украинцам. И эта скорость только возросла с первых дней нашей активной помощи в области безопасности. У нас есть очень-очень детальные меры проверки для обеспечения того, что мы отслеживаем. С момента, когда мы получили разрешение на предоставление того или иного потенциала. С момента, когда мы перемещаем этот потенциал через транспортное командование США к месту назначения. Чтобы затем он прошел через границу в Украину. А затем, работая с украинцами, мы также имеем информацию о том, как они развертывают этот потенциал, как они его используют, и как они потребляют потенциал, который им нужен для пополнения. Таким образом, мои военные коллеги, как здесь, в Пентагоне, так и в Европейском командовании США, а теперь и в нашем офисе АТАШЕ, по вопросам обороны, который восстановлен в Киеве, отслеживают очень-очень подробную информацию. Конец цитаты. Объясняю, почему в последнем пакете помощи были 105-мм гаубицы и снаряды к ним, а не 155-мм гаубицы. Представитель Пентагона сказал, что 105-мм гаубицы более мобильные, их легче перемещать. Ранее определенное количество таких гаубиц Украина уже получила от Великобритании, и ЗСУ продемонстрировали, как их высокую эффективность на поле боя, так и их эффективное использование. Поэтому было решено усилить потенциал Украины в этом компоненте артиллерии. Представитель Пентагона также отметил, что в последний пакет помощи входят специальные оборудования для разминирования и 40 единиц транспортных средств с противоминной защитой. Все это необходимо для очистки минных полей, созданных российскими войсками, и для успешного прохождения через них воинов ЗСУ. Из нового оружия, входящего в последний пакет помощи, представитель Пентагона также отметил дроны ScanEagle, специально предназначенные для разведки целей и корректировки огня артиллерийских систем. Отвечая на брифинги в Госдепартаменте в понедельник, есть ли подтверждение у американской разведки о том, что в День независимости Украины империя зла готовит особо жестокие атаки против Украины, пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс сказал, цитата, «Вы не удивитесь, что я не могу поделиться с вами разведданными с трибуны, но что я могу сказать вам, так это то, что мы собираемся отметить вместе с нашими украинскими партнерами День независимости Украины в среду. Это будет не только День независимости Украины, что должно быть временем для радости и празднования со стороны как украинцев в Украине, так и во всем мире, Но, конечно, это происходит в контексте жестокой агрессии Москвы. И в среду, вероятно, по совпадению также исполнится шесть месяцев этой жестокой агрессии. Мы не сомневаемся, что Россия продолжит жестокие атаки на украинское государство, на украинский народ, на независимость Украины, ее демократию, ее территориальную целостность. Также нет сомнений и в том, что мы будем продолжать поддерживать наших украинских партнеров. Вы видели, что в пятницу мы объявили о дополнительном президентском пакете помощи. Нашем 19-м президентском пакете почти на 800 миллионов долларов только в рамках этого пакета. Таким образом, общая сумма нашей помощи Украине в сфере безопасности составила около 10 миллиардов долларов с начала захватнической войны. И мы будем продолжать делать больше, как и наши партнеры по всему миру. Конец цитаты. CNN сообщает со ссылкой на представителей Госдепартамента, что в прошлый четверг, 18 августа, посол империи зла в США Антонов был вызван в Госдепартамент, где США предупредили его и через него, цитата, «предостерегли Россию от любой эскалации ее войны в Украине». Конец цитаты. Это включало призыв к империи зла прекратить все военные операции на ядерных объектах Украины или вблизи них и вернуть Украине полный контроль над Запорожской атомной электростанцией, заявил телеканалу представитель Госдепартамента. Breaking News о расследовании в связи с похищением Трампом секретных и других правительственных документов из Белого дома опубликовала в понедельник вечером газета «Нью-Йорк Таймс». В статье, основанной на свидетельствах целого ряда людей, знакомых с ситуацией, знакомых как со стороны Трампа, люди из его окружения, так и Министерства юстиции, приводятся шокирующие данные. Вскоре после окончания президентства Трампа национальный архив, куда должны были быть переданы все документы Белого дома и администрации, не передаваемые новому президенту и новой администрации, обнаружил, что среди того, что бывший президент передал в Белый дом, не хватает очень большого числа документов, в том числе документов разной степени секретности, которые передавались в Белый дом из ЦРУ, Национального агентства безопасности и ФБР. Национальный архив известил об этом Трампа и в течение месяцев ввел переговоры о возвращении документов. В январе 22-го года Национальный архив в конце концов получил из имения Трампа Маралагу во Флориде 15 ящиков с документами, незаконно увезенными бывшим президентом из Белого дома. Сотрудники Национального архива с одной стороны обнаружили среди переданных им документов около 150 документов разной степени секретности, а с другой стороны заключили, что Трамп не вернул им еще множество секретных документов и сообщили об этом в Министерство юстиции, которое начало расследование. Как рассказали авторам статьи, свидетели Трамп сам отбирал в конце 21-го года документы, которые он разрешил отправить в Национальный архив. В то же время он утверждал, что документы, которые он не разрешил передавать, его, что они принадлежат не государству, а лично ему. В ходе расследования Министерство юстиции установило, что Трамп продолжает держать в Маралага множество документов, среди которых могут быть совершенно секретные. Федеральная прокуратура через большое жюри издала повестку, требовавшую от Трампа безусловно вернуть все незаконно остающиеся у него документы, поскольку он их не возвращал добровольно. 3 июня 22-го года в Маралага приехал с группой агентов ФБР Джей Брат, руководитель секции борьбы со шпионажем отдела национальной безопасности Министерства юстиции, где встретился с адвокатами Трампа Эваном Коркореном и Кристиной Боб. Он также имел краткую встречу с Трампом. Тема разговора была одна – возврат документов, которые Брат и агенты ФБР обнаружили в 26 коробках. Коркорен и Боб передали Джейу, Брату, еще несколько десятков секретных документов разной степени секретности, после чего Коркорен составил документ о том, что все секретные документы возвращены правительству и больше секретных документов в Мар-Э-Лаго по их сведениям нет. Документ подписала Кристина Боб. Однако, сопоставив полученные документы с другими, а также с реестрами документов, следователи пришли к выводу, что в Мар-Э-Лаго остается значительное количество секретных документов, после чего встал вопрос о проведении обыска в Мар-Э-Лаго. Генпрокурор Мерик Гарланд поддержал проведение обыска, и обыск, санкционированный судом, был проведен 8 августа. В ходе обыска у Трампа было изъято еще 11 серий документов разной степени секретности, в том числе одна серия совершенно секретных документов особой важности, высший уровень секретности. Всего, как оказалось, Трамп вывез из Белого дома в Мар-Э-Лаго около 300 документов разной степени секретности. Среди документов, незаконно вывезенных Трампа в Мар-Э-Лаго, были оригиналы писем к нему северокорейского диктатора Ким Чен Ина, и оригинал письма, который составил для него, оставил для него на рабочем столе президента, покидая овальный кабинет Барак Обама. Какого характера 300 секретных, в том числе совершенно секретных и совершенно секретных документов особой важности, незаконно призвоил себе Трамп, естественно, неизвестно. Он не имел права вывозить из Белого дома ни секретные, ни несекретные документы. Закон требует передачи документов, необходимых для непрерывного функционирования правительства, новой администрации, а всех остальных документов, включая даже любые черновики и записки, в национальный архив. Двум адвокатам Трампа пора срочно нанимать адвокатов, специалистов по уголовным делам, для себя. Дача заведомо ложных показаний федеральным следователям это до пяти лет заключения. А если они покажут, что не знали об остающихся в Мар-Э-Лаго секретных документах, а написали документ со слов Трампа, то это будет очень серьезное свидетельство против бывшего президента. Препятствование правосудию путем сокрытия улик и сознательного дезинформирования следствия это уголовное преступление. Кстати, в этом преступлении наряду с другими преступлениями был обвинен бывший руководитель предвыборной кампании Трампа в 16-м году и бывший многолетний консультант Януковича и партии регионов в Украине Манафорт. Он поручил своим адвокатам сообщить ложные сведения следователям. Был в этом уличен и приговорен за все совершенные им преступления к семи годам. Но Трамп его помиловал. Еще перед публикацией статьи в Нью-Йорк Таймс в предельник днем Трамп подал иск в федеральный суд, в котором потребовал заморозить доступ Министерства юстиции к изъятым у него документам и назначить специального мастера, который бы определил, какие из изъятых документов принадлежат лично ему, чтобы он мог их получить обратно. Дело передано судом для рассмотрения судье Айлин Кеннон, которую номинировал федеральные судьи Трамп. Спасибо всем, кто просмотрел и прослушал. Берегите себя и своих близких. Берегите друг друга. Помогайте друг другу. Здоровья всем. Зло будет остановлено и добро победит. Иначе быть не может. Ну и как всегда, пишите, откуда вы смотрите и слушайте новости из США. Спасибо всем, кто уже это делает. И спасибо всем, кто поддерживает Рашкин Репорт на Патреоне. Вы помогаете другим и значит вы мои герои. Новости из США Игоря Айзенберга читал Юрий Рашкин. Слава Украине и God bless America. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова